Венгерский танец Венгерский танец Венгерский танец Венгерский танец Венгерский танец среди которые выходят и концертировать на эстрадах мира и просто домашнее музыцирование вот кстати домашнее музыцирование это сейчас очень печальная вещь но она исчезает из нашей семьи раньше ведь собственно вот эти все произведения и венгерские танцы и славянские танцы божьи масса литературы замечательная была создана для того чтобы люди играя вместе почувствовали вот этот смысл музыцирование вот эта прелесть музыцирования чтобы они проникали в музыку через исполнительство это очень важный момент сейчас это немножечко у нас такое уходящее сожалению искусство и тем неприятнее что он звучит и я это имя я вам сейчас произнесу это принц кресли все знают это имя это было совершенно замечательный скрипач композитор дирижер создатель массы произведений очень популярных произведения которые звучали в предместьях вены которые как бы вышли из по всему миру музыкальному и вы знаете ни один скрипач в своем репертуаре я не могу назвать кто бы не умел этих произведений в концертных программах это действительно ярчайшие пьесы они очень своеобразные они носят отпечаток личности конечно автора это прежде всего но и самое главное вот этих танцев этих танцев австрийских очень общительных и очень таких внутренних и вместе с тем это энергия это вихрь это тонкость музыкальная это все то что есть в австрийской танцевальной музыки я хочу представить вам гости сегодняшней программы наши это лауреат международный конкурс социалист московской филармонии я хочу задать несколько маленьких вопросов относительно вашего представления об этом городе вене вы наверное господи бывали в вене и вы знаете всегда когда бываешь в каком-то городе особую атмосферу замечаешь сразу но и какие-то особые отличительные черты города всегда в течение даже если трех дней находишься все равно ты их ощущаешь вот что вы ощутили я был в вене два раза в возрасте в 8 и возрасте 9 лет и это были мои первые впечатления от заграницы потому что это была первая страна австрия была первой страной который я побывал и в связи с тем в детском восприятии смешались черты первые заграницы черты этого замечательного уже не побоюсь этого сказать буржуарного города потому что это ощущается и даже в детском восприятии маленького человека да 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 не только от страны где я родился но и от тех стран капиталистических даже в которых я бывал больше первый раз это было в вене действительно праздновалось 1300 лет и основание болгарии страны где я родился я играл сольный концерт тома витинштейн второй раз в следующем году это была конференции юбилейная 20 конференции европейской ассоциации педагога струнно-смешковых инструментов где-то было не только вена это был город гранц два раза восемь девять лет меня пригласили как человек который занял первую премию на конкурсе национального болгарии и полу вице-президент европейской ассоциации марьяна крема и она из всех лауреатов потому что много возрастных групп много детей получали награды и взрослые получали награды она почему-то выбрала меня и там мне посчастливилось действительно и с минувиным и скромер из тогдашим президентом максом раздали познакомиться хотели об этом больше помнит моя мама и болгарские профессора это просто для меня имена легенды я так понимаю что ваша семья это уже скрипичная династия потому что мама тоже скрипачка и его данного и как говорится у вас это уже так идет и наверное потом и следующее будет поколение тоже скрипачи я уверена ну надо сказать что моя мама всячески препятствовала моей моему обучению все тяжести я буду препятствовать своих детей если они потянутся к скрипке династии прекрасные вот и пианы династии скрипичные династии да это должно это поколение когда происходит генетически вот рождается человек который потом эту линию дальше это же прекрасно это обогащение идет и не только этой семьи но и обогащение в целом искусство поэтому это очень важно ну в общем-то об этом гениально сказал шекспир пусть годами стынущая кровь населения твое было и потом надо сказать что я глубоко благодарен своей матери которые сейчас имеют счастье преподавать в московской консерватории центральной музыкальной школе то этого она была профессорами в париже и в тунисе и в алкаре она была моим учителем она у нее я получил 4 первой премии и я счастлив даже когда она сейчас меня немножко слушает правда она и сейчас от от этого всячески старается не допустить ну спасибо я могу с чистого сердца сказать все что она для меня я думаю что пускай прозвучит музыка и я хотела бы чтобы сегодня прозвучала одна из пьес но очень популярных я думаю что даже вот Сергей Васильевич Рахманинов в своем время сделал транскрипцию это два вальса бендера муки любви и радость любви но сегодня будет исполнена муки любви одна пьеса и затем прозвучит тоже очень известное произведение прекрасный розмарин и совсем всем известным произведением так можно сказать никто не обходит занимает не один скрипач это маленький венский марш пожалуйста а 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 и а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА